Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 537, тема взаимоотношения. Кто в наше время является врагами, которых можно накормить? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В настоящее время при таком изобилии всего, когда выбрасывается вагонами хлеб на помойке, это невыполнимо. Здесь полагается предел ненависти, которая и естественна, и свойственна человеку. Сразу же прочесть ему в хвост и в гриву 108-й Псалом. Но уже в Ветхом Завете лучи любви и примирения одолевают все остальные чувства в просвещенных Духом Божиим людях. Притчи 25, 21, 22. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водою. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Иоанн Златоуст растолковывает это место так. Бог снисходит до нас и не препятствует удовлетворить чувство мести. Только дает орудие мести иное, чем мы предполагаем. Как бы говоря так, ты желаешь ему сделать зло и спепелить его? Я согласен и помогу тебе в этом. Но только делай это через хлеб и воду. Постепенно это чувство мести пройдет, когда ты будешь видеть, что враг уже уничижен и стоит с протянутой рукой, просит хлеба из своих развалин. Но навык творить добро в тебе сохранится. И постепенно ты будешь делать это добро уже с иным чувством. Не горящие угли собирать на него, но охладить жар воспламененной души врага. Интересы наши разные-разные, одинаковыми и не могут стать. Любят спать, беспечные и праздные, рано им не хочется вставать. Бог же любит душу напряженную, вежды и ланиты истомленные. У мужей скандалы часто с женами, с черепахой, рохлей и с кулемою. Муж любой желает инстинктивно быть главою, сверху и начальником. Послушание женам так противно, власть стремятся захватить ночами, интересы кошки-мышки разные, покупатель-продавец, противники. Цель своя у каждого опасная, у распутной девки и у схимника. Можно ли учесть все интересы, сделать цель обоим одинаковой? Женихи и юные невесты с тещами не грызлись бы собаками. Если будем все искать небесного, правды царство Божие усилено. Но приставка «как бы», «кабы», «эх бы», «если бы», захотел, исполнил бы, как миленький. Все мы ежедневно подбираемся к смертоньке, к могилке, до курганчика. Так зачем же спорим, воем, лаемся, тычем по привычке пальчиком? Виноваты все, обида пенится, слушателей ищем и жалельщиков. На огонь презрения поленницы потушить, простить воды маленечко. Интересы все к ногам Иисуса, примириться и прощенье полное. Из-под лобья не смотреть, не кукситься. Перед Богом мы без правды голые. 14 мая 2002 год, Игнатий Лапкин.